Сегодня звонит тетенька такая нечто. А у вас есть тибетские мастики, щенки? Мы с ней разговаривали, и она выясняется, что хочет взять тибетского мастифа в комнатную квартиру. Я ей говорю, что собака вообще-то не для города, а для того, чтобы жить за городом и пастись на улице. И пастись. Понимаете, что собака длинношерстная, что мы живем в болоте, в грязи этой постоянно. С этой осени у нас продолжающаяся, переходящая в зиму грязную. Как вы будете потом? Это сама квартира превратится во что? В свинарник? Потому что у людей, у которых такие собаки длинношерстные, по крайней мере эта квартира должна быть вся хоть полтора метра капеля от пола. Чтобы это можно было легко протирать и убирать. Потому что грязная собака, когда пройдет вдоль стены, это все. Стена будет черная. Я таких собак очень хорошо знаю, такие квартиры. Особенно в советские времена таких собак было куча, куча у всех. И фламинды были, и кавказцы держали в квартирах, и этих самых, и дельтерьеров, и овчарок. Потом я ей поведал о том, что кибетский мастиф достаточно хулиганистая собака. Порода, то есть, я ее приведу. Не знаю, там у кого как, у кого как, у кого-то, может они там по тропинкам ходят, не знаю, разговаривают с хозяином, потому что пишут, такое есть в интернете, что у нормального человека уши в трубочку заворачиваются. Значит, что там еще? Ну, то есть, тетенька, ну, женщина не это самое, не представляла вообще, что такое собака крупная и вообще. Не говорю. Денашистная собака в городе. Не только это. Значит, кибетский мастиф, он большой любитель, во-первых, погрызть, порвать, похулиганить, любую книжку разорвать в хлам. А если одежда валяется, он эту одежду тоже раздерет, ну, такие тонкие полосочки, так раздерет и половину сочрет еще. Если не сдохнет, конечно, потом от зала-то. Ну вот, что еще? А, значит, она как бы говорит, я хочу его зимой держать, значит, в квартире, а летом мы будем уезжать на дачу. Опять же, вы представляете, что такое это самое на даче? У вас там посадки какие-то есть, кусты есть, там розы, цветочки, яблони, деревья. Это все будет подтвердаться вообще-то, может, повернуть тому, что собака сгрызет и перекусит. Лично у нас тут всем тибетских мастифов, и я хорошо знаю. Кабасут, потом выкопают и сгрызут. Во-вторых, они большие любители покопать, подкопаться, под забор, мол, во-вторых, тибетский мастиф, любитель, он вообще такой свободный, любимый. Перепрыгнуть забор, да, тоже запустил. Свалить куда-нибудь, это вот любимое дело. Ну, опять же, речь-то о чем, что человек главного-то не читает. Это же тоже нетрудно информацию-то найти, она есть. Но человек этим-то не озадачивается. А потом вот эти выброшенные собаки. Их тибетов, целой группа умысозна спасения тибетских мастифов. Вот тоже самое я и сказал. Вы знаете, что, вот ваша любовь, вот эта сейчас, она может перерасти через некоторое время уже в ненависть, понимаете? И как вы будете с этой собакой дальше общаться? Если она не оправдает одежду, так, конечно. Да, да, да. И куда вы ее денете? Во-первых, тибетские мастифы, они собаки, которые привыкают к хозяину, к своему. И к дому. Потом они очень плохо привыкают к другому хозяину. Очень плохо. Они могут до конца жизни с недоверием относиться уже к новому хозяину. Тем более, если этот хозяин непрофессиональный. Кинолог там, непрофессионал или человек, который первый раз держит собак. Камить-то еще. Тибетский мастиф – большой любитель полаять. Понимаете? Да еще как. Это не я придумал. Низким голосом. А даже это в стандарте написано. Как там? Как гудок парохода. Как гудок парохода. Это, конечно, не так вообще. Почему нас взрывает? Ну, это не гудок парохода. Никак. Вот прикиньте, этот гудок парохода будет в квартире орать. Да, это девять этажей спокойно. Это у нас, в нашей территории, это слышно далеко. Конечно. Если тибетский мастиф будет лаять в квартире, это весь дом вздрогнет, а не только сверху и снизу, а он лает. И фу, там не поможет. Нет, не поможет. Вот так я говорю. Вот вы уходите, вы будете уходить на работу. Тибетский мастиф у вас останется дома один, в этой квартире. Это, если вам повезет, говорю. Если вам повезет, и у вас будет действительно что-то такая, сверхсобака, которая будет лежать 8-10 часов в коридоре и ничего не делать. Ну, это на здоровье скажется, что он будет лежать 8-10 часов в коридоре. Во-первых, он просто лежать не будет. Он найдет себе занятия. Видея дивана, виде табуретки, он просто задумается и что-нибудь будет грызть. Нет, ну это-то да. Ну просто как бы, если собака такая, не интересуешься ничем, это же тоже как бы ничего хорошего. Значит, что-то с ней не так явно. Что такое собака, которая лежит 10 часов, не вставая, это что такое? Я такого не знаю. Ну почему? У нас же были овчарки. Они же оставались и одни. Ну оставались одни, но они же не лежали 10 часов не вставая, как ты говоришь. Ну как? Наверное, все как-то перемещались по квартире. Ну так и это будет, наверное, перемещаться по квартире. Да и дело, что я сказал, что... Ты сказала, не вставая. Я вот тебе и говорю, что за собой... Перемещаться. Причем тибетские мастипы прекрасненько становятся на задние лапы и изучают, что нанесут на столе, где-то еще. У меня все подоконники. Вон эти... Ничего не оставишь на подоконнике. Тут же, блин. Да, как вороны. Тут же подлетают. Сороки, сороки, да. Тут же, да, подлетают и все. Во-первых, тащат все подряд. Воры. Ничего не оставишь. Вот она сейчас заборы ломает. Вот сейчас снова я отгоняла. Вот просто она сломает этот забор точно до конца. Там уже так перечная эта штука проходит, а она выламывает ее зубами. Там ведерки уже смотрю. Плюс они упрямые. Да, если что-то в голову вошло, все. Да, если пока капитально это все не забьешь там или не заделаешь. Нет, никак, это да. Это будет постоянно подваливать и постоянно будет что-нибудь там копать, рвать, не знаю, что там делать. И приходить туда каждый день. Да, у них такая вот эта вот как бы идея какая-то возникает, то они ее долбают. До исполнения желания. Ну, очень, тетеньку как-то я... Испугал. Не испугал. Нет? А не оставила свою идею? Я так понял, что она идею не оставила, потому что ей очень нравится эта порода. Ну вот. Вот такие люди. Простые. Может она готова свою квартиру принести в жертву? Нет, я... Будет спать на коврике, мести до сгимать. Понимаете, если я вам повезет, может быть у вас будет идеальная собака. Но сама порода... Нет, ну грязь-то все равно, извините, какая бы она идеальная ни была, грязь это обязательно. Не будет этого самого тибетского мастика после каждой прогулки. Даже если мыть, он мокрый будет, все равно грязь будет. Так что никак не этого. Ну, Вадька, не только грязь, его хрем просушишь, извините меня. Вон суток будет спать и гулять не хотеть. А потом снова спать. Нет, ну это, блин, очень тяжело. Ну вот, Мария, вот такой бред, ну чего вот... Есть только пород, которые, пожалуйста, для дома, вводи. Конечно. Или уж если ты хочешь, ну, меня это, да, город на загородную жизнь. Кстати, так люди и делают. Но, видишь, так люди делают, которые хотят заниматься с собаками, а не просто там иметь одну собаку. Нет, ну, слушай, это другой стиль жизни тоже. Валить вот это там, понимаешь, в деревню или в загород? Нет, в загород, в деревню-то не надо. В деревню не каждый готов валить. Ну вот, впечатления с собаководов. У нас таких... Мыслей-слух. Звонков бывает, и не один звонок в день. Нет, просто, ну, действительно, одно и то же. Вот талдынь, шатулка, все равно никакого. Да. Вот каждому, вот приезжаю, или звонит человек, все одно и то же. Да. Просто по одному сценарию рассказываю. Вот рассказываю всегда одно и то же. Одно и то же рассказываю. Всем ничего нового. Никогда не уговаривайся, ну, стараемся ничего не придумывать, не врать, не уговаривать, наоборот. Нет, а чего врать-то? Зачем врать? Нет, ну, некоторые наоборот, типа, чтобы только купили. Так врут. Правильно. Не некоторое, а большинство врут. Мы же не считали, большинство там или нет. Ну, не знаю, большинство или не большинство, но мы же не знаем. Ну, ладно, все. До следующего эпизода. Пока.